Всем привет! Это Лёфер и немного китайских приманок. Поговорим сегодня вот о таком воббере. Это копия Tackle House Fit Shallow в размере 105 мм, 16 г. Вес, горизонт этого воббера, ну, я думаю, сантиметров 10-15. Я им в этом сезоне уже половил, вполне неплохо. По мелькам, по каким-то привлекает к себе щуку. Конечно, эта приманка не для осени, она скорее такая летняя, ну, там, где вы ловите попперами, там, какими-то уолкерами. Вот это вот его места, чтобы чуть-чуть опуститься вниз, как я уже говорил, на 10-15 см. В этом воббере есть магнитная система дальнего заброса, шар, который катается по каналу от тройника к хвостовому тройнику. Он прилипает, когда вы дергаете воббер на себя, где-то вот в этом районе стоит небольшой магнитик, и шарик, соответственно, прилипает к нему, и дальше никуда не двигается, не гремит и так далее. Значит, вобберами интересуются, допустим, китайскими какими-то недорогими, то может в этом воббере узнать суёки-заноза, то же самое 105 размер. Например, на руссфишинге есть пользователь, который очень один хороший отзыв оставил, собственно, человек его модернизирует. И, насколько я помню, где-то вот здесь вот сверлится отверстие, и в камеру закладывается ещё один небольшой шарик, который улучшает игру воббера, то есть воббер становится более отзывчивый, интересно играет на отличие и на уходах по сторонам и так далее. Что касается вот непосредственно этого экземпляра, то я могу сказать, что по сезону воббер неплохой, единственные у меня претензии это к покраске. То есть по использованию, видите, что крючками, когда крючок царапает воббер, краска, к сожалению, сходит прямо вот кусками и пластами. То есть это не просто какие-то вот полукруглые такие царапки, да, а просто отвалившиеся куски краски. Это единственная претензия, конечно, ну, может быть, я то придираюсь, что, а, вот, но всё равно, да, за... Это не самый дешёвый воббер, скажем так, и поэтому хотелось бы, ну, качество чуть-чуть получше. Но, опять же, это качество только покраски. К самому вобберу претензий нет. Давайте мы его уже бросим в воду, как обычно привязан на мой комплект 721, 16-либровый флюр, 115-й титановый поводок, ручной моей работы. Воббер, как я уже говорил, является плавающим, поверхностным, отлично играет на равномерной проводке. Вот если слышали, да, вот, дзынь, это вот была как раз система дальнего заброса. Равномерно, отлично, шикарно, хвостом виляет, можно делать и всё, что угодно. То есть забросили, подтянули, дождались, пока он всплывёт, там как-то его порезче крутанули, лопасть, она же... Ну, даже лопасть её назвать как таково нельзя, просто какая-то губа. Она, как поппер иногда просто, вот, когда вот получается как-то вверх, да, так вот подёрнуть, она просто плюётся, и его можно вести как поппер при какой-то небольшой, скажем так, сноровке, вот, чуть-чуть потренироваться, и даже как поппер его можно вести. Вот, обычно я ловлю им как? Равномерная проводка, это, конечно, хорошо, но неплохо было бы чуть-чуть потвичить его. То есть заглубляю его потяжкой и начинаю что-то тут вытворять с помощью хлыстика. Хлыстика уходит по сторонам довольно прилично, паузы, ну, по, значит, по вашему усмотрению, то есть кто-то хочет, кто-то делает, кто не хочет, ну, может вести это всё дело просто не останавливаясь. Вот, опять же, напоминаю, да, что его можно по-разному анимировать. Вот, если вы видели на предыдущей проводке, да, у меня как-то получилось пару раз, что он всплывает, в этот момент я его дёргаю, и получается, скажем так, вот этот хлюк, вот такой вот, да, вот, как поппер. Привлекает ли это щуку или нет, ну, я думаю, что по жаркому времени года и на каких-то меляках с травой, безусловно. У меня этот волк, да, там на одном моём озере работал, но для, вот, моей домашней реки он не совсем подходит, нет таких обильных мелководий и травы и так далее. У меня на местах, обычно, где я ловлю на реке, на моей домашней, лучше работает репрайзер от Мишек, обзор у меня на канале есть, ссылку я оставлю. Вот, кстати, хороший, хороший, хороший момент для того, чтобы показать, насколько он удобен на мелководье. Вот здесь, ну, сантиметров 30-40 воды. Заброс. И начинаем неспешно твичить, как угодно. С выпрыгиванием из воды, там, со всякими плюхами попперными и так далее. Я думаю, что на него, ну, не только щука по мелководью будет ловиться, возможно, какие-то и белые хищники, жерех, ну, достаточного размера, чтобы сожрать 105-ю приманку. Опять же, да, коллеги, кто на него ловил уже какие-то, если есть, секреты проводки, прошу, пожалуйста, оставляйте свои комментарии по данным видео. Также напоминаю, что за данное видео можно проголосовать. Кому что понравилось, что нет, за всем прощаюсь. Не хвастаньте шуи.